Многие из тех, кто стоит на бирже труда или хочет сменить место работы, следят за расписанием ярмарок и приходят к самому началу. Сегодня здесь соискатели разного возраста, хотя особое внимание в этот раз уделено людям предпенсионной категории. Задача губернатора региона – обеспечить людей работой в Ленинском центре занятости в приоритете. Готовятся уже и скоро выйдут, скорее всего, изменения в наше пенсионное законодательство. И ставит нам сегодня жизнь задачу развивать направление активного долголетия. Мы с вами прекрасно понимаем, что активное долголетие без труда невозможно. Здесь, как на велосипеде, пока педали крутишь и едешь вперед. В базе центра занятости сегодня около 230 работодателей, которые предлагают порядка тысячи вакансий. Предусмотрены рабочие места и для людей предпенсионного возраста. В картотеке центра в данное время 23 человека, еще 40 уже находятся на пенсии, но хотят работать. По дбору вакансий для них уделено особое внимание. Я вчера позвонил, мне все проконсультировали, когда можно приходить и так далее. Я считаю, этот центр работает очень хорошо. И все же люди старшего возраста нередко сталкиваются с проблемой трудоустройства, уже непосредственно приходя к работодателю, получив направление в центре занятости. Так Владимир Брусенцов целых пять лет не может найти работу. Меня даже дворником не берут, честно говоря. Мне дают направление, вот из центра занятости направление дают. Я прихожу с этим направлением, работодатели отказывают мне. Действительно, часто работодатели ищут молодых или зрелых людей, особенно если труд связан с физическими нагрузками. Производство сухих смесей, оно осуществляется на основе гипса. Мешочки расфасовываются по 30 килограмм, поэтому и есть вредные факторы, конечно. Поэтому требуется здоровье, отсутствие медицинских противопоказаний. Постоянный участник ярмарки вакансий – ПТО городского хозяйства. На сегодняшний день на предприятии острая нехватка специалистов самого разного профиля. Два человека, женщины, записали наши телефоны, координаты. Надеюсь, что они придут. Следующая ярмарка состоится 19 сентября. Организаторы планируют привлечь к ней работодателей разных направлений. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.